Волонтерское движение в Актобе одно из самых развитых в республике. Активисты помогают инвалидам, водителям, застрявшим в непогоду на трассах, участвуют в поиске пропавших людей и за свой счет сажают деревья в областном центре. И с каждым годом число таких добровольцев растет. С одной из них Екатериной Галатиной встретились наши корреспонденты. Инна Рокина еще недавно жила в холодном дачном домике. С ней двое детей с особыми потребностями. Все заработанное уходило на съемное жилье и лекарства. Сейчас у нее вот эта уютная и теплая трехкомнатная квартира. После того, как о выпускнице детского дома рассказали волонтеры, деньги на ее покупку собирали, как говорится, всем миром. Когда в больницу ложишься и думаешь, выгонит ли тебя завтра хозяйка, продаст ли она свою квартиру, куда я пойду. И были такие головные боли. Но теперь вот, хотя даже и сейчас мы лежим в этих больницах каждый месяц практически, зато уж спокойно, что я приду, и я в свой приду в теплый, уютный уголок. И таких историй на странице Екатерины Галатиной в соцсетях десятки. Волонтерской деятельностью Катя занимается почти три года. Все началось с помощи пострадавшим во время весеннего паводка. Уже после, вместе с другими активистами, она организовала группу для поддержки детей с онкологией. Мы стараемся каждому помочь, потому что все это вольно-невольно пропускаешь через себя и переживаешь. Мы, конечно, поддерживаем с ними связь. То есть мои двери, моего дома всегда открыты для них, так же, как и их для меня. То есть это все очень уважительно. И бывают со слезами встречи. Сейчас Екатерина координирует работу нескольких волонтерских движений. Одно из них занимается поиском пропавших людей. В этой команде 12 человек. Все они прошли обучение у спасателей. И во время поисковых мероприятий отвечают за слаженность действий остальных добровольцев. В этом году с их помощью удалось найти 16 пропавших детей. Без машины никуда. И по волонтерской той же деятельности, даже по тем же поискам, по-моему, это самое важное наличие машины. Автомобиль – это не только верный помощник, но и один из источников дохода для семьи Екатерины. Она с супругом воспитывает двоих детей. Один из них с особыми потребностями. Потому восьмичасовой рабочий день администратора она решила сменить на работу водителя в службе такси. Так больше времени остается для семьи и общественной деятельности. Сейчас волонтеры заняты сбором теплой одежды и продуктов для нуждающихся семей. Вот эти вещи приготовлены для многодетной семьи. Вот эти. Там получается у нас восемь детей. Наталья Салькова, Инедин Булдобеков, Актубе, Хабар-24.